Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Помогите разобраться в себе, как прекратить болезненные отношения с бывшим мужем. Ну, если отношения болезненные, соответственно, у вас в них что-то задевает, что-то вызывает у них бескомфорт. Нужно разобраться, что именно вызывать. Много раз расходились и сходились. Много раз, многоразовое расставание и примирение связано с многими факторами. Ну, основные, которые можно выделить, это определенно потребность, то есть, ну, потребность связана непосредственно с человеком. То есть, то, что я хочу, по моему мнению, может быть реализовано только с тобой. И только ты можешь отдать мне в полном объеме. По крайней мере, я так думаю. Но, кроме этого, меня больше особо ничего не интересует, да. То есть, меня не интересует, там, особо твои чувства. Меня не интересует особо возможность того, могу ли я тебе дать то, что тебе нужно. Вот, то есть, есть некая такая привязанность, привязанность с одной стороны. А с другой стороны, речь идет о непринятии человека. То есть, с одной стороны, я хочу что-то от тебя получить. То, что мне кажется, ты можешь дать мне в полном объеме. А с другой стороны, я не принимаю то, что, то, какой ты есть. То есть, я не могу принять тебя таким, какой ты есть. Вот. Отношения без безусловного принятия, да, они, в принципе, невозможны. По крайней мере, основаны на чувствах. То есть, вот, если, если в отношениях нет безусловного принятия, да, то их построить невозможно. То есть, если я человека не принимаю, то мне нужно, что, мне нужна какая-то компенсация, да. То есть, мне нужна какая-то плата, чтобы я терпел или терпела то, что я в человечке не принимаю. Вот. Если я не получаю в них какой-либо компенсации, если я не получаю какой-либо платы, то возникает проблема. Поэтому нет, проблема не принятая человек. Дальше. Следующий момент. Это момент отсутствия решений, скажем так. То есть, что это такое? Что такое решение? Ну, решение это, когда люди, сходясь, то есть, по сути, происходит примирение. И вот, примирение происходит без выработки каких-либо решений. Вот. То есть, ну, не вырабатываются никакие решения, не вырабатываются никакие новые модели поведенческие, да. Вот. То есть, по факту, получается, что люди просто сходятся, ну, надеясь на то, что проблемы вот возьмут и, ну, я не знаю, возьмут и сами собой решатся. Хотя, так, в принципе, не бывает. Что это? Некоторая наивность, некоторые безответственные силы, может быть страх перед, на самом деле, близкими отношениями. В каждом отдельном случае, в каждой отдельной ситуации по-разному происходит, в каждой отдельной ситуации разные есть моменты. Вот. Каждая отдельная ситуация, как бы, ну, своя, уникальная, я бы сказал, особенность, да, вот. И, соответственно, нужно каждую отдельную ситуацию разбирать. А вот здесь, да, то есть, почему нет, а, никак, ну, почему не вырабатываются какие-либо решения, там, а, просто, вот, наивно предполагается, что, а, что-то, что-то будет, там, по-другому, к примеру. Ну, вот, хотя, а, что на это указывает, что будет, по-другому, ну, не совсем понятно. Дальше. Даю ему шанс, что не меняется и со временем, что снова расходимся. Ну, здесь мне кажется, что происходит такая история, что я считаю, что ты должен меняться, но при этом в себе проблемы я не вижу. И, соответственно, происходит то, что, ну, по психологии называется родительской историей или родительским поведением, когда, по факту, я ставлю себя выше. Себя. Вот. По факту. То есть, а, я ошибаюсь, что ты ниже, ниже меня, потому что, ты должен меняться. Вот. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, а, почему вы считаете, что человек должен меняться? Вот. Ну, то есть, а, почему вы считаете так? Почему вы считаете, что он должен меняться, например, а не вы? Ну, вот. Вот. То есть, это, ну, на самом деле, это такой вот довольно важный вопрос, на мой взгляд. Вот. Ведь, ни много ни мало, вы, получается, требуете от человека каких-то изменений. Вот. А, если этих изменений не происходит, то вы снова расходите. То есть, есть элемент, да, вот, какой-то такой императивной нормы, возможно, здесь. То есть, я требую от тебя перемен, если ты не делаешь того, что я от тебя требую, то мы расходимся. Ну, это мало похоже на, ну, на отношения. Такие вот отношения, я имею в виду, ну, скажем так, доверительные, доверительные отношения. Мало похоже на доверительные отношения. Вот. Мало похоже на отношения любовные, любовные, то есть, где есть вот эта история, когда я тебя принимаю и ты меня принимаешь. То есть, понимаете, как бы здесь вы, по сути, ну, требуете от человека изменений. Повторюсь. А, вы требуете от человека перемен, а он, как бы, ну, в принципе, как и все люди, люди меняются очень редко. И вы, вот, почему-то считаете, что ваш бывший муж должен меняться. Возможно, это связано с тем, как раз, что вы не можете больше ни с кем, например, построить отношения. Возможно, это связано с тем, что, несмотря на то, что в муже есть вещи, которых, которых, ну, которые, которые вы не принимаете, вы все равно, ну, в глубине души считаете его лучшим и сравниваете с других мужчин именно с ним. То есть, тут могут быть самые рядные моменты. Наша задача именно разобраться в том, как вы пришли к тому, чтобы требовать от человека каких-то изменений вообще в принципе. А, вот, то есть, почему я не могу предпринять человека таким, какой он есть? Вот. А если я не принимаю, почему не могу его отпустить? Дальше. Вы пишите. Обещают, что изменится. Принимаю его. Ведет себя по-бреднему. После ссоры я пришел его забрать вещи и уйти. Он так и сделал. Я же сожалею теперь, что вы не обсудили проблему. Ну, почему вы не обсудили проблему при примирении? Большой вопрос. А что касается ссоры, то здесь нужно в первую очередь научиться бесконфликтным формам общения, да, чтобы выращать свои чувства, мысли и позиции без ссоры. Второе. Это определить и скорректировать свое поведение в ссоре, потому что если бы не в этой ссоры не было. Третье. Это исследовать психологическую игру в стандаре. Вы можете изучить ее в интернете. Так. И, значит, ваши ожидания. Ожидания, что не изменятся. И, соответственно, очень важный момент, что конкретно вызывает у вас сожаление. Вот. Когда вы говорите, что я сожалею, что мы не обсудили проблему, а чтобы было, если бы обсудили проблему. Вот. И мне кажется, что ваше обсуждение проблеме, сходится к ссоре. Вот. И... А-а-а-а-а. И... Так же не очень понятно. Вы говорили, что вы хотите прекратить болезненные отношения с бывшим людям, и, в то же время говорите, что... А-а-а-а. Сожалеете, что вы не обсудили проблему с тем... с той мыслью, что тогда вы могли бы быть вместе. То есть вы как-то определитесь, с чего вы хотите. Гармонизировать отношения можно, пережить расставания можно тоже, решить внутренние конфликты и проблемы, тоже реально, с чего вы хотите. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.